Ни для кого не секрет, что алтайская молочная продукция славится своей пользой далеко за пределами региона. О том, насколько она важна для организма, не понаслышке знает Александр Карелин, легендарный борец и сенатор Российской Федерации. Он совместно с Виктором Томенко посетил завод по изготовлению кисломолочной продукции в Калманском районе. Создали дополнительно 4 рабочих места этой и плюс 6 дополнительно рабочих мест. Александр Карелин оценил не только производственную линию и сыр, но и культуру, которую прививают на заводе. Достовщики оборудованы здесь, тоже все условия созданы для наладки, пуска наладки. Все ревизионные, то, что они там смотрят за оборудование, да? Да. Молодцы. Мне понравилось, как он сказал, за счет жареного сыра хорошо детей приучать к сырам. Что если они жарить могут и, соответственно, так интересно. Большинство продукции уходит за пределы края. Например, москвичи очень сильно интересуют сыры с добавлением каких-либо вкусов, будь то паприка или кедровый орех. В нашем регионе таких трендов пока не наблюдается. Поговорили о том, что практически вся продукция уходит за пределы Алтайского края. Видите, то есть спрос хороший, но и мы рады за наши предприятия, пищевую промышленность, перерабатывающую. Но возникает вопрос, что хотелось бы и наших жителей тоже к этой продукции где-то, может быть, дать попробовать. Также Виктор Томенко совместно с Александром Карелиным ознакомились с фондом «Защитники Отечества». Он работает уже три месяца. Одна из его задач – помощь в реабилитации участников спецоперации. Коляски, я так понимаю. Да, оттуда мы можем вытащить. Ребята могут попробовать. Это на момент, пока они проходят лечение. Если что-то понравилось, то после заявки соцзащита может предоставить оборудование в бесплатную аренду. Сенатор Российской Федерации и губернатор Алтайского края совместно отметили безошибочность этой тактики. А Александр Карелин даже подсказал идею. Каждый из них человек с безограничной возможности. Потому что воины. И потому что надо просто сделать доступ. Ребятишки, кто без ограничений, будут смотреть и будут понимать, что если уж эти могут, то и мы сможем запросто. Я думаю, что это лучше наглядный пример. Деловая поездка Александра Карелина завершилась на форуме в поддержку Виктора Томенко. На ней побывало несколько сотен аграриев, общественников, промышленников, учителей и врачей. Сейчас идет заключительный этап предвыборной кампании на пост губернатора. На эту должность претендуют еще три кандидата. Евгения Боровикова, Сергей Булайов и Сергей Маленкович. И каждый ведет свою предвыборную агитацию. Данил Кузнецов. День с толком. Правильно.